Друзья, всем привет, добрый день. Власть это про ответственность. Вот когда человек приходит во власть, он берет на себя ответственность. Произошла трагедия в Чернигове. Ровно сутки прошли с момента, когда российские оккупационные войска ударили по центру города, попали в драмтеатр, где проходила выставка военных дронов. Пострадало более 140 человек, 7 погибших, 15 в критическом состоянии в больницах. Масштаб разрушения огромен. 500 квартир вокруг без окон, 60 домов по сути пострадало. Это вот сегодняшние данные. Ответственность за действия, которые привели к этому теракту очередному российскому, никто на себя не взял. Смотрите, в чем логика. Да, Россия совершает обстрелы украинской территории. Да, это теракт. Да, это убийство мирных жителей. Это теракт. Это нарушение всех мыслимых законов войны. Но, согласитесь, надо было додуматься, сообщить всему миру, что в центре Чернигова, за несколько десятков километров до белорусской и российской границы, откуда прилетают ракеты, будет проводиться выставка военных дронов. Сделали это Мария Берлинская, волонтеры Соросятина, и Черниговская военно-гражданская администрация, то есть губернатор, назначенный по линии Офиса Президента. Я вчера раз подписал видео, в котором объяснил весь смысл, всю суть этого процесса. Соросята, которые в Украине представлены группой Кучма-Пенчука и Укрправдой, потому что они все выходцы из этого издания, ведут деятельность, направленную на замену министра Резникова на Ирину Верещук, министра обороны Резникова на Верещук. Это называется мягкая замена, когда Резникова не нужно увольнять по статье или по обвинению, которое он реально заслуживает, в том, что он вор и расхититель. А он должен уйти сам, добровольно написать заявление и уйти послом Великобритании. Это, конечно, парадокс. Можно обокрасть армию и вместо того, чтобы отправиться в тюрьму, отправиться послом Великобритании, но это Украина. Это человек Ермака. Резников, юрист Резников, это человек Ермака. Они знакомы, дружат. Резников прекрасно понимает, что это пик его политической и бизнесовой карьеры, потому что столько, сколько можно заработать. Сколько вот эти коррупционные скандалы, о которых мы только знаем. Это питание армии, закупки амбонирования. Он не заработает нигде, но жопу ему прикроют. Поэтому он держится за эту синекуру как можно дольше, потому что каждый день это копейка. Каждый день это копейка. Да, понятно, они цинично зарабатывают на смерти украинских солдат и мирных жителей, но такая у нас власть, такую власть мы выбрали. Значит, Кучма Пинчук, это я так, знаете, вот как бы вот вверх пирамиды Соросятины. И Укрправда ведут кампанию. По согласованию, подчеркну с офисом президента, который хочет не увольнять Резникова со скандалом, а вот выдавить его мягко, чтобы он таки уебал в эту Великобританию. А вместо него назначили Верещук. Верещук, это человек Кучмы Пинчука. А Кучма просил за ее внесение в списки слуги народа. Кучма же просил Зеленского, я записывал об этом отдельное видео, объяснял это. Спросил Зеленского, чтобы именно Верещук выдвинули кандидатам в мэры столицы. Потому что Кучма, это не только Пинчук, Пинчук его взять, да? А Кучма, это еще и Медведчук. Медведчук, это многолетний глава администрации президента Кучма. А партнером Медведчука по ПЗЖ, прямо сейчас, был Вадим Столлар, киевский застройщик и бизнесмен, который боролся с Кличко на моменте выборов 2020 года. Поэтому ему нужна была подконтрольная фракция в Киевсовете от слуги народа и подконтрольный кандидат в мэры. У него еще был Пальчевский, и он собирался Кличко пощипать, контролируя этих кандидатов. Поэтому нужна была Верещук. То есть Кучма через Пинчука, это Верещук. А они ее назначают министры обороны. А чтобы Соросята меньше по этому поводу гавкали, дают им квоту. Квота Соросята, это вот эта самая Мария Берлинская, которая была организатором выставки Люти Птахы в драмтеатре города Чернигово. А так как все это шапочкой накрывает офис президента, по согласованию с которым все это происходит, губернатор Черниговской военно-гражданской администрации ЧАУС дал помещение для проведения выставки в центре Чернигова. Обратите внимание, мэрия Чернигова вчера сразу после теракта российского заявила, что не согласовывала проведение этой выставки военной и не давала под это разрешение и помещение. То есть это дал губернатор. Надо читать это сообщение мэрии именно так. Дал губернатор. Губернатор это кто? Губернатор это прямое подчинение офису президента. Мог ли губернатор натянуть на голову вот такую вот херню? Ну вы понимаете, да, что такое губернатор военно-гражданской администрации проводит саросяцкую выставку дронов. Мы сейчас говорим о том, что дроны нужны, важно, все это правильно, хорошо, только не в десятках километров границы с Россией, в городе, где нет ПВО. В Чернигове нет патриотов. И когда вы проводите в Чернигове выставку, куда приедут военные, приедут разработчики дронов, привезут технологии, привезут люди это смотреть. Я не знаю, что нужно иметь в голове, чтобы провести именно в Чернигове. И чтобы согласовать ее проведение именно в Чернигове. Тоже не знаю, что нужно иметь в голове. Не в Ужгороде, куда русские боятся стрелять, потому что это западная граница нашей страны и может перелететь в страны Европейского Союза. Не в Киеве, который закрыт патриотами, а в Чернигове, откуда с Белоруссии и с России долетают ракеты. То есть я уверен, я даю 200% вам, что вот, учитывая марионеточность губернаторов в Украине, не могла произойти эта выставка без того, чтобы Чаус, губернатор военно-гражданской администрации, не позвонил в офис президента и не спросил. Ну, мало ли, а вдруг это неправильные волонтеры. У нас же все есть правильные и неправильные. Правильные депутаты и неправильные депутаты. Правильные волонтеры и неправильные волонтеры. Правильные граждане и не очень правильные граждане. Правильные граждане у нас в квартале 95 работают, сытыми жирными рожами проводят корпоративы, а неправильные граждане воюют за независимость и суверенитет Украины. Так вот, не мог губернатор не позвонить в офис президента, своему непосредственному руководителю, которым является заместитель главы офиса президента Алексей Кулеба, и не спросить его, это правильные волонтеры или неправильные. И смотрите, учитывая то, что помпезно выделили целый грамотеатр, берите, прям в центре города, да, то есть это должно было быть, это не в каком-нибудь ангаре, аккуратненько, тихонечко проведено, в Чернигове. В Черниговской области находится учебка, Десна, полигон, то есть там военных много, в принципе я понимаю, почему в Чернигове, они в Черниговской области, в Чернигове эту выставку проводили, там учебка находится, там готовятся украинские солдаты. Это ни для кого не секрет, я здесь не открываю военную тайну, россияне стреляли по Десне уже несколько раз, помните, да, эту историю? Так вот, ну если вы же собрались проводить военную выставку, ну сделать ее тихо, она же для военных, она же для производителей, для тех людей, которые технологии могут показать и применить, ну посмотреть, как это делается, пройти мастер-класс. Хули вырастут, из этого вы устраиваете шоу кварталовцы херовы. А они устроили шоу и получили, то, что получили мы все, то, что мы каждый день получаем, потому что у нас везде шоу. Вот, вместо того, чтобы отреагировать кадровыми решениями, Зеленский что заявил? Ну, Кулеба это подчиненный Ермака, это человек Ермака. Это не просто какой-то там Кирилл Тимошенко, который там с Зеленским социологию ему делал и в соцсетях его продвигал, Павли Куботов создавал наморованные с большой стройки деньги. Кулеба это ларечник, это человек, который отвечал за благоустройство в Деснянской районной администрации, собирал бабки с ларьков от имени главы Деснянской районной администрации. Ермак эти бабки ему привозил, потому что он был главой ассоциации ларечного бизнеса города Киева. То есть, один собирал это благоустройство, так называемое, с малых архитектурных форм, а второй привозил, вот они и сработались. То есть, это человек Ермака. Вместо того, чтобы, и я понимаю, почему, что, так как это человек Ермака, никаких кадровых решений принято быть и не могло. Ну, потому что кадровые решения в нашей стране принимает Ермак, и Зеленский. Так вот, какая была реакция президента на это событие? Какой она должна была бы быть? Давайте начнем с этого. То есть, понимая, вот то, что даже я, как человек, не входящий нынче в офис президента, но читающий интернет и понимающий, как работает система, понимаю, и вы это понимаете. Какая должна была быть реакция человека, который несет ответственность? Я сказал, я начал с этого. Власть это ответственность. Реакция должна быть очень простая. Ну, хотите вы сохранить этого кулебу Ермаковского? Офис ларечников президента? Окей. Ну, ваше право. Если вы считаете, что люди, которых не хватает мозгов, понять, что военная выставка на границе с государством агрессором недопустима, и проводить ее в центре города недопустимо, и не предупредить об этом людей, о том, что сегодня могут быть удары, сидите по домам, если вы такую выставку проводите, недопустимо. Ну, окей. Ну, вам похер на всех. Ну, окей. Оставьте свою кулебу себе. Но губернатор должен быть уволен. Потому что это его непосредственная функция. Он губернатор военно-гражданской администрации. Это не хозяйственник. Это губернатор военно-гражданской администрации. То есть он военно-гражданская администрация. Он отвечает за безопасность людей в городе и в области. Если этот человек, отвечающий за безопасность людей, выделил под военную выставку место в центре города, где люди гуляют семьями, и они же, блядь, не с луны упали, эти все губернаторы. Они же там находятся, надеюсь. Они же понимают, где это вообще. Что вокруг этого здания ходят люди. Там место народных гуляний. Суббота, утро, спас. Пум. Значит, что я прочитал? Видосика не было. Я думал, будет видосик. У нас вот этот вот режим, я его называю режимом злобного лицедея. Режим злобного лицедея, который олицетворяет Зеленский. Он очень хорошо умеет надевать маски скорби. Вот это вот, да, там, маски справедливости. Вот это вот фильтры у него там. Офис фильтров. Вот фильтры. Я думал, что будет сегодня маска скорби, значит, справедливого гнева. И мы посмотрим видосик о том, как мы отомстим. За то, что сами, собственно, своими руками и сотворили. Так вот, видосика не было. Видно, из Швеции не сильно удобно его писать, где находится сейчас Зеленский сирмаком. Поэтому была запись в телеграм-канале. И в телеграм-канале нам сообщили о том, что мы теперь, мы ответим. Ну, во-первых, мы отвечаем каждый день. Я хочу об этом напомнить президенту, его офису, его пиарщикам. Украинские войска каждый день отвечают агрессору. Отвечают достойно. Менше бы было бы жертв среди мирного населения, если бы не тупость власти. Сто процентов. Но отвечают украинские войска ежедневно. А вот эта история, мы за это ответим, это другая история. О которой мы отдельно поговорим с вами об ответах наших на агрессию в Москве. Это тоже важная тема. Но пока про кадры. То есть, отсутствие кадрового решения в этой ситуации означает только то, что власть полностью понимает и осознает свою вину. Но, как всегда, не хочет на себя ее публично брать. Вот помните историю, я вам приведу простой пример, история с Трухиным. Помните, Саня Трухин сходил в лес. Значит, на пресс-конференции, тогда еще Зеленский давал пресс-конференции. И вы спросили, знаете ли вы про ДТП Трухина и как вы к нему относитесь? Это классическая реакция Зеленского на любой неудобный раз. Я чувствовал про ДТП, так оно отбилось. Там проходит, насколько я знаю. Вот у него, я чувствовал, насколько я знаю. Это вот, если он отмазывается, это вот сюда вот такие слова. Значит, насколько я знаю, я чувствовал, там проходить расследование, за результатами расследования, правоохранные органы, зарублять выставки. Вот так и здесь. Так вот, смотрите, некий гражданин Дубинский, то есть я. 3 августа всего года у меня были проведены 7 обысков. Без решения суда, без ухвалы так называемого следственного судьи, без каких-либо обоснований. Перерыли две машины, дом, квартиру. Сходили к бывшей жене с обысками, к помощникам сходили с обысками. Из-за того, что они меня подозревают, что я неправильно внес данные в документ, которым не разрешал сопровождать отца для лечения за границей. Куча народу. Центр специальных операций Альфа выезжал ко мне. Я, конечно, крепкий парень, но ЦСУ Альфа, который обыскивает Дубинского, это смешно. А что вот здесь, какие обыски здесь проведены? Вот смотрите, подставили 140 человек в разной степени, пострадали в больнице, ранены. А еще сколько людей остались там условно? Потеряли возможность нормальной жить из-за того, что повыбивало окна, пожары, крыши погорели. Машины пострадали, которые там стояли. Вот кто, где, у кого обыски проведены? Я хочу просто сказать. Владимир Александрович, ну вы же у нас за справедливость, типа. У кого обыски проведены по делу о... Есть статья уголовная о оставлении в опасности человека, да? А в данной ситуации о создании опасности для мирных людей, и проведении военной выставки в центре города Чернигов, в непосредственной близости от государства агрессора. У кого проведены обыски? Сколько подозрений подписал ваш ручной генеральный прокурор Костин по этому делу? Сколько электронных браслетов надето на вот этих всех сарасят, которые ради того, чтобы разместить свою жопу в кресло заместителя министра и прикуривать с программой на производство дронов, с покупки обмундирования, с питания на армии, с юридических услуг на армии, и всем остальном, сколько? Нисколько. Почему? Потому что Владимир Зеленский это олицетворение пословицы «Друзьям все, врагам закон». Только когда эта пословица реализовывается в мирное время, на это еще можно хоть как-то смотреть сквозь пальцы. А когда военная из-за жадности, тупости, циничности и непрофессионализма, и бездарности власти погибают вот так вот мирные люди, а власть даже ответственность на себя боится взять, этого терпеть нельзя. Поэтому, друзья, смотрите, как оно на самом деле все происходит, и поймите, нам крайне нужны выборы. Нам крайне нужны выборы в парламент, и нам крайне важно добиться, чтобы в следующем году, в марте, произошли выборы президента. Произошли, потому что, вот я считаю, это мое личное мнение, что тот формат, в который превратил президентскую власть в парламентско-президентской республике Зеленский, не допустим. Потому что вот из-за этого происходят такие трагедии, как происходили в Чернигове. И никто за это не несет никакой ответственности. Подписывайтесь на канал Дубинский в YouTube, Дубинский проф. в Telegram, в Instagram, в Facebook и Twitter. Поставьте лайк, напишите комментарий для продвижения этого видео. Помните, только выборы, демократические, прозрачные и честные, помогут нам поскорее поменять власть и хоть как-то изменить ситуацию. Потому что эта власть безнадежно больна. Пока.